Всем привет! Обзор смартфона Poco C65 Стоимостью примерно 140-150 долларов Это бюджетный смартфон, скажем так, топ за свои деньги Как это очень часто у Poco бывает Это версия 6-128, еще есть версия 8-256 Она будет чуть дороже, в районе 160-170 долларов Но там мы получим 8 гигабайт оперативки, 256 гигабайт встроенной памяти Но тут больше идет именно вопрос по оперативной памяти Потому что встроенную мы можем расширить с помощью microSD карточки и УС-версии подешевле Давайте смотреть на его комплектацию Тут у нас тройная камера, вспышка Глянцевый пластик, скажем так, блок камеры Он не совсем искусственно довывали другим видом пластика Тут матовый пластик Мне он больше нравится, он более практичный материал Не собирает разводы от пальцев, не так царапается Потому что вот это вот пространство, оно быстро очень залапается, зацарапается, запылится Но с коробки он выглядит симпатично и на стендах выглядит симпатично Но на практике, конечно, очень сильно со временем, если без чехла какого-то носить Да, в принципе, и с чехлом под него будет что-то попадать И оно зацарапается, это пространство Справа кнопка включения, совмещенная со сканером отпечатка пальцев Как и у всех бюджетных смартфонов, сканер отпечатка пальцев совмещен с кнопкой включения Но намного удобнее, когда сканер в экране Но этого в бюджетках мы не обнаружим Только у более дорогих смартфонов Кнопки регулировки громкости Также все на этой стороне, на правой Слева у нас слот Давайте его сразу откроем, этот слот Посмотрим, что у нас там Полноценный слот на 2 нано-сим-карты И microSD для расширения памяти Порт для наушников есть сверху То есть сверху только порт для наушников Снизу Type-C, прорезь для динамика и микрофон Ну, в общем, все атрибуты полноценного нормального смартфона тут есть Порт для наушников и microSD-карточка Ну, в общем, стандартный внешний вид, стандартная форма смартфона Необычно то, что большая диагональ дисплея 6,74 То есть большая диагональ, учитывайте Это смартфон достаточно габаритный И по толщине он неплох У него небольшая толщина Сейчас Всего лишь 8 мм Чуть-чуть больше 8,09 мм По высоте 168 мм То есть почти 17 см по высоте И 78 по ширине То есть смартфон габаритный Так, запустим Поко Ну, загрузку я пропущу И продолжим Так, включился смартфончик Ну, видим, да, большой подбородок Достаточно широкие рамки Вырез под камеру у нас капля То есть тоже, да, атрибут бюджетных смартфонов У смартфонов подороже Камера идет отдельно Таким кружочком чуть ниже Без такого вот выреза Хорошо Лаунчер у нас MIUI Смартфон поддерживает NFC Поддержит быструю зарядку Кстати, не показал вообще комплектацию Давайте посмотрим на комплектацию В комплекте у нас скрепочка Тут в середине больше ничего нет Дальше в комплектации кабель Type-C И адаптер для зарядки Вот, адаптер для зарядки Так, прочитаю Тут 10 Вт Но поддерживается быстрая зарядка Вроде как 18 Вт Поддерживается у этого устройства Сама батарейка 5000 мАч У смартфончика Так, хорошо Откроем настройки О телефоне У нас MIUI Global 14.0.6 Android 13 Занято примерно 25 гигабайт Из 128 Это я уже установил Паб Мобайл Он немало занимает И некоторые бенчмарки То есть по умолчанию У вас будет в версии На 128 У вас будет примерно 100 гигабайт Свободного места Это меньше чем у Самсунгов У Самсунгов, по-моему Их прошивка занимает Где-то в районе 40-50 гигабайт Но не знаю как на Бюджетных смартфонов Но на более дорогих One UI Она занимает Значительно больше Так, ну Выглядят иконки Таким вот образом Они по умолчанию Круглые Менюшка Это выглядит Таким вот образом В принципе Этот лаунчер Мне нравится Ну Похуже Чем у Самсунга Лаунчер Как по мне Но Очень неплох Достаточно неплох Настройки Частота обновления У нас стоит стандарт Можно настроить Всегда на 90 герц Поддержка Есть 90 герц Экран у нас LCD HD разрешение 720 на 1600 точек 260 ppi Корни Gorilla Glass Защитное стекло Так Хорошо Что интересно Тут по лаунчеру Это чисто Обои Темы понятно Рабочий стол Так Сетка рабочего Стана В принципе Все достаточно Стандартно Каких-то Вот прям Фишек Не вижу Аккаунт Xiaomi Окей Закрываем Так И перейдем Синтетические тесты Geekbench 6 По техническим характеристикам Железо У нас Mediatek Helio J85 Процессор Видеоускритель Maligi 52 Стандартное железо То есть тут Какой-то мощности Да в своей цене Как это часто бывает У Пока Мы не наблюдаем То есть такой просто Неплохой Стандартный смартфон С поддержкой NFC 273 тысячи Да Средний результат Ничего особенного Тест мультитач 10 касаний То есть это в принципе Не топ за свои деньги Я бы сказал За смартфон А норм За свои деньги Запустим PUBG Посмотрим Как он будет работать На максимальных На какие будут Максимальные настройки Для данного устройства Но скорее всего Они будут средние Так Загрузился PUBG Не хочет Сразу настройки Но нужно получить Графика Ну да Средний уровень Он идет по умолчанию И больше поставить нельзя Или вот такой вот уровень Кому там больше важна Частота кадров Окей Закрываем Так Давайте посмотрим камеру Тут тройная камера С искусственным интеллектом Фото-видео Таймлапс режим Видео Мы можем записывать 30 фпс Ну В общем Камера по видео Не отличаются От практически всех Камер В данной ценовой категории Есть режим До 50 мегапикселей HDR фото Так Ну Покажу вам сейчас Фотки В обычном Режиме На камеру Этого устройства На этом все Спасибо за просмотр Пока Пока Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...